Самым громким республиканским событием минувшей недели, конечно же, стало открытие памятника Менигалише и Муратову и 112-й башкирской кавалерийской дивизии на Советской площади в день республики, 11 октября. Прибыли гости, ну, как говорится, с миру по нитке, был изрядно поиздержавшийся в своей значимости и репутации господин Мединский, был глава новоявленного региона Донецкой народной республики господин Пушилин, с грехом пополам сдернули тряпку с монумента и явили всем это чудо. Ну, сам архитектурно-скульптурный ансамбль, конечно же, ошеломляет своей эклектичностью и нелепостью. Пожалуй, это лучшая иллюстрация отсутствия вкуса у самого Хабирова и его команды. Такое ощущение, что натолкали все, о чем помнили, знали, вспомнили, придумали, а потом еще и в конце концов, в самый последний момент, решили еще что-то добавить. Если внимательно присмотреться к этой скульптурной композиции, то вы там видите все. Там и флора, и фауна, и зверушки, и травка, и всевозможное стрелковое оружие, средневековая амуниция, кони, люди, салават Юлаев в два раза, северные амуры, триумфальная арка Парижа. Странно, что среди вот этих многочисленных элементов нет самого Радио Фаритовича, побеждающего, например, французов в Бородинском сражении, или Азата Бодранова, который наступает на горло гидре украинского нацизма. Ну, действительно, недоработочка вышла. Ощущение того, что они все добавляли и добавляли туда то, что припоминают, вот, ну, правда меня не покидало, пока я шел по кругу, осматривал все вот это вот поразительно безвкусное великолепие. Монумент уже бурно обсуждается с жителями Уфы, мнения, конечно же, разделились, но тут, как говорится, кому и кобылу невеста. А миллиард рублей, тем не менее, успешно освоен командой Хэ, и уже, как говорится, можете о нем забыть. Власти нехотя отбиваются от нападок капризных искусствоведов, заявляют, что криво воткнутые на косогоре колонны – это вообще некий художественный прием, а в остальном вы ни черта не понимаете.